Браты и сестры, скажем, слава Богу, мир вам! Дивлюсь на вас и думаю, как хорошо быть всем вместе и пребывать в любви Божьей. Хочу сказать, что если любви нет, там и Бога нет. Бог есть любовь. И если мы не ощущаем этой любви друг к другу, к людям, к ближним и ко всем человекам, то мы далеко же от Господа. А если Он в нас, то Он даёт нам способность, как апостол Павел сказал, нам дарована способность, что? Быть верным к Ему, Богу Отцу. От Бога есть эта способность. И даёт нам способность любить, прощать и благословлять. Сейчас у нас ещё одно мероприятие. Это дуже хорошее мероприятие. Семья хочет принести ребёнка Господу, чтобы церковь совершила молитву. Павел, пожалуйста, берите дитя, выходите сюда и будем молиться в ваших детях. И у вас тоже. Это очень важно, чтобы церковь помолилась. Когда-то я только уверовал, один брат рассказывал, что заодно брата помолилась церковь. А он был мирским человеком. И дьявол решил его убрать из жизни. А он встречается на пути, и открылся ему, и он говорит, дьявол говорит, я бы тебя уничтожил бы. Но молитва церкви не допускает меня. Видите, какая молитва церкви? Как важно, чтобы церковь молилась. Ну, я думаю, что каждый из нас, когда были трудности и проблемы, то молилась церковь, и Бог выходил на встречу. Бывает, молимся, молимся, а Бог говорит, надо, чтобы церковь помолилась. Помолилась, сразу результат. Значит, получается, что не всегда может одного молитва, что есть, мы смотрим сила церкви, в молитве и совершает Бог. Они хотят помолиться, чтобы церковь помолилась над ребенком. Это две девочки, да? Ну, прежде чем молиться, мы знаем, что Слово Божие говорит, что когда приносили детей до Господа, чтобы он совершил молитву, ученики препятствовали, говорили, что не затрудняется, в учителя багато дел и работы. А он говорит, не препятствуйте детям приходить к Господу. Там написано, и приходили, и приносили. Через то, слава Богу, через то, дуже доброе, когда родители верующие и приносят ребенка. А вы для родителей тоже нужно Слово. Евангелие для вашей дочери будет проповедоваться без Слов, ваша жизнь, отношения друг с другом, в духе. Когда вы пребываете в любви Божьей, на детей это сразу отражается. И они будут пребывать в этом. Когда у вас будет допускать, что трудности расстроены, и на детей это будет влиять. То есть ваша жизнь будет проявляться в ваших детях. Как бы вы их ни учили, ни говорили, но жизнь, она отражает и производит работу. Через то, когда до Христа принесли, Он взял дитя на руки, благословил, помолился, и дитя получило благословение. Сейчас церковь у вас будет молиться. То не то, что там, а главное церковь. Мы сейчас с старым служителем сейчас возьмем совершить молитву над вашими детьми. И за вас тоже. Это очень важно жить по Слову Божьему, в любви Божьей, и дитя формируется уже в Божьей благодати и в благости, милости Божьей. Добрый, мы подойдем. Счастливое пир.